Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарой. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отличие от прошлого года, на этот раз она была организована в очном формате. Но пандемия внесла определенные ограничения. Так, число представителей прессы было решено сократить до 500. Для сравнения, в 2019 году аккредитовались 1895 журналистов. На пресс-конференции президент заявил, что экономика страны, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной. Уровень спада составил 3%, меньше, чем во многих других странах. И восстановление в России проходит быстрее. О чем еще рассказал президент в нашем сюжете. Началась пресс-конференция с главной темы последних полутора лет – коронавируса. По словам президента, коллективный иммунитет в России составляет 59,5%. Этого недостаточно. Нужно, чтобы он был не менее 80%. Такого результата президент рассчитывает достичь к концу первого квартала 2022 года. По словам Владимира Путина, новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения. И уровень иммунитета низкий. Потому необходимо взаимное признание вакцин и их распространение по всему миру. Экономика страны, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной. Уровень спада составил 3%, меньше, чем во многих других странах. И восстановление в России проходит быстрее. Что касается того, как отразилась эта ситуация на российской экономике, и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Президент уверен, никаких мер преследования тех, кто не вакцинирован, вводить не нужно, поскольку если начнется давление, появятся способы его обойти. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость таких мер. Среди вакцинированных болеют 3-4%, на койках в больницах тех, кто вакцинировался в несколько раз меньше. Надо бороться не с людьми, а с правонарушениями, с подделкой сертификатов. Уже возбуждено около 200 уголовных дел. В России остро стоит вопрос демографии. В стране 81 миллион работоспособного населения. Этого недостаточно. Этот показатель нужно серьезно увеличивать к 2024-2030 годам. Еще одна проблема – большая инфляция. В два раза больше по сравнению с целевым показателем. По словам президента, в следующем году необходимо вернуться к 4%. А пока государство делает все, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. Это пенсионеры и семьи с детьми. Расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства. Просто по количеству семей от нуля до трех лет. У кого есть дети от нуля до трех лет. Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от трех до семи. Делали иноразовые выплаты и по пять, и по десять тысяч рублей разным категориям. Прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. Вот это целый набор инструментов, мер. Четыре с половиной триллиона рублей в прошлом году. И речь зашла и об ограничениях в интернете. Как подчеркнул Владимир Путин, для платформы это прежде всего бизнес. Вопрос номер один для них это извлечение прибыли. Отсюда и призывы к суициду и трагедии в школах. Благодаря оперативному реагированию многие из них удалось предотвратить. Что касается ухода от обезличенности в интернете, это обсуждается. Тут нужно соблюсти золотую середину, не подавлять свободу выражения и распространения информации. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений. Высказался президент и о новой европейской этике, когда не принято указывать в графе «мама» или «папа». Он заявил, что это как пандемия. Появляются новые штаммы, никуда от этого не деться. Нужно искать противоядие. И выразил надежду, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями России. У народов, проживающих на территории Российской Федерации, хватит внутренних иммунных систем защиты. Бороться с этой тенденцией нужно поддержкой традиционных ценностей. Виктория Шарая, события. Петр Королев стал вице-губернатором Самарской области, руководителем администрации главы региона. Его кандидатуру предложил губернатор Дмитрий Азаров и единогласно утвердили депутаты Губернской думы. Петр Королев еще с лету руководил администрацией губернатора в статусе исполняющего обязанности. Он сменил на этой должности Владимира Терентьева. Новую детскую площадку на полевом спуске набережной первыми оценили сказочные герои – Дед Мороз со Снегурочкой. В этом году здесь за счет средств меценатов одного из старейших предприятий города появилось три больших игровых комплекса, один из которых рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья. Он не только красивый и современный, но еще и безопасный. Детская площадка полностью соответствует принятым стандартам качества. Играть на ее территории смогут и малыши, и дети постарше. Пространство, которое сразу полюбилось жителям города, оценила глава Самары Елена Лапушкина. То, что эта площадка появилась, конечно, она нужна на набережной. Она сменила уже устаревшие формы. Конечно, открытие детских площадок – не уникальная история. К счастью, для Самары мы открываем их достаточно много. Но за счет внебюджетных средств, за счет средств меценатов, к огромному сожалению, это пока не так много и не так часто. Пришло время под Новый год сказать спасибо нашему предприятию, нашему социальному партнеру. Вертолетная площадка засияла новогодними огоньками. Впервые пространство декорировали к Новому году. На живописном берегу Волги появилось почти два десятка световых инсталляций, включая символ праздника – стилизованную елку. Гольфия Сафина побывала на вертолетной площадке и готова поделиться впечатлениями. Какая-то неделя и вот он, новый 2022 год. Сегодня к самому волшебному празднику готовится каждый район Самары. Даже самые отдаленные впервые новогодние огни зажглись на всеми любимой вертолетке. Впервые после комплексного благоустройства, как последний штрих подготовки города к Новому году, праздничными огоньками засияла вертолетная площадка. Ансамбль иллюминации, в том числе световых инсталляций – уникальный комплект, заказанный специально для этого живописного места. Напомним, вертолетка преобразилась этим летом в рамках программы «Содействие развитию благоустройства территории муниципальных образований в Самарской области» и признана лучшим реализованным проектом общественного пространства в России площадью до 5 гектаров. Таким образом, Самара стала триумфатором 20-й российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2021. Новогоднее убранство настолько эффектное, что полностью соответствует статусу площадки. Здесь и шишки представлены, и звезды на специальных постаментах, разнообразная иллюминация, и бахрома на беседках. По количеству иллюминаций, если на квадратный метр взять, наверное, здесь самая большая концентрация, если, наверное, площадь Куйбышева не брать во внимание. Вот такая новогодняя иллюминация впервые здесь установлена. Чтобы собрать новогоднюю иллюминацию для вертолетной площадки, понадобилось участие всех бригад электромонтеров Красноглинского района муниципального предприятия «Самара-Горсвет». Монтаж длился более двух недель. Выполнили большой объем работ. Сегодня полюбоваться украшенной рекреационной зоной может любой желающий. Включение и выключение композиций синхронно с обычным уличным освещением. Количество светодиодного декора в «Самаре» с каждым годом увеличивается. В этом году настроение горожан поднимает свыше 7 тысяч элементов иллюминаций. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Атмосферу праздника для жителей «Самары» создают и работники метрополитена. Сотрудники подземки украшают каждую станцию. Накануне Нового года специальная комиссия оценит работы и выберет победителей традиционного ежегодного ведомственного конкурса праздничного декорирования. Для них предусмотрены грамоты. Однако поощрить призами обещают всех, кто внес свою лепту в оформление пространств. Подробности в нашем сюжете. На каждой станции есть новогодняя иллюминация, снежинки, гирлянды, установлена елочка. Вот тигр, символ наступающего года, встречает пассажиров. Все это создает праздничное настроение, чтобы человек с утра, отправляясь на работу, куда-то по своим делам, проникался новогодней атмосферой и чувствовал, что вот он, этот праздник, он для всех нас. На нашем предприятии традиционно такую идею по проведению новогоднего конкурса подали непосредственно работники служб движения. В плане украшения кассовых залов и фойе станции метрополитена, каждый коллектив, а в коллективе это порядка от 20 до 30 человек, почти каждый принимает участие, для того, чтобы создать хорошее настроение не только пассажирам нашего города, но и также своим же работникам. В конце года, ежегодно мы подводим итоги, выделяем фаворитов, но каждый коллектив станции не остается без внимания. Мы дарим коллективу или бытовую технику, или кондитерские изделия. Снежинки вырезала, вот сейчас еще доклеиваю. Это просто, чтобы пассажирам было приятно. Даже и нам самим сидим на рабочем месте, и тоже приятно. У нас два вестибюля, надо этот вестибюль нарядить и на тот. Рук не хватает. Территория большая, снежинок полно резать надо. Новый год Новый год – он самый такой желанный праздник у всех людей, в основном. И когда в него вкладывается частичка души при изготовлении каких-либо новогодних атрибутов, это придает ему больше, так скажем, человечности и радости от того, что это сделано своими руками. Исплачивает коллектив. И помимо метрополитена, у перевозчиков, которые работают по автобусным маршрутам, по трамваям, по троллейбусам, также заготовлены новогодние акции, поздравления для пассажиров. И даже планируем запустить специальный трамвай, где будет Дед Мороз со Снегурочкой. Настроение не поднимает, конечно. Новый год кругом, в городе. И раньше было в детсадах, во дворах, елки. Елке приятно. Новый год встречаем в хорошем настроении. Новый год. На свете отрасли связано со строительством новой станции «Театральная», которая начнется в 2022 году. Она улучшит организацию транспортного сообщения, связав отдаленные районы Самары с историческим центром. На полигонах Центрального военного округа развернули дополнительные пункты обогрева. В каждом из них запас дров, горячий чай, хлеб с салом. Это сделано, чтобы солдаты, которые занимаются тактической, огневой и другими видами подготовки, на свежем воздухе не переохладились и не заболели. Такие меры связаны с наступлением сильных морозов в ряде регионов России. По прогнозам метеорологов, 23 и 24 декабря ожидаются аномально низкие температуры, местами до минус 28 градусов. Эфир продолжит новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. В России за год на треть подорожала каска. С чем это связано? Об этом я расскажу через минуту, а пока о продолжающемся росте цен на продукты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Центробанке сообщили о подорожании на треть каска за год. Основные причины – повышение цен на новые автомобили и запчасти, а также ремонт и рост количества страховых случаев. Средняя цена полиса каска за 12 месяцев выросла на 29,8% по сравнению с 2020 годом и составила 35 100 рублей. Страховые компании прогнозируют дальнейшее повышение средней премии по полисам добровольного страхования. А тем временем 85% опрошенных автомобилистов считают, что в ОСАГО необходимо ввести дополнительные опции, позволяющие настраивать страховку под себя, а также увеличить лимиты выплат. Большинство водителей готовы доплачивать за доп. услуги, но на рынке почти нет таких предложений. Так, по мнению автовладельцев, не хватает покрытия ущерба от ненадлежащего состояния дорог, то есть ям. Такую опцию в страховке хотели бы видеть 69% водителей. 66% респондентов хотели бы, чтобы полис автогражданки мог защищать от ущерба при падении деревьев и дорожных конструкций. 60% при противоправных действиях третьих лиц. Почти у третьей опрошенных был случай повреждения машины по вине коммунальных служб, и они отметили сложность возмещения вреда в таких случаях. Появление такой опции в страховке упростило бы процесс. Более 85% водителей считают, что в ОСАГО нужно повысить выплаты. Лимит за материальный ущерб нужно поднять с 400 тысяч рублей до 1 миллиона, считают 48% опрошенных. А лимит по жизни и здоровью с 500 тысяч до 1-2 миллионов рублей. Напомню, что на днях Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотора транспортных средств, которые используются исключительно в личных целях. На 24 декабря Центробанк установил следующие курсы валют. Вы их видите на экране. Нефть марки «Брент» – 75 долларов и 49 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зафиксировали 559 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 196 тысяч 360 человек. Такие данные в четверг 23 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1023 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписали 147 тысяч 642 пациентов. В Самаре прошло последнее в этом году распределение детей в дошкольные учреждения. Порядка 400 малышей получили направление. В течение следующих 10 дней заведующие садами должны сообщить эту приятную новость родителям. О том, как проходит процедура распределения и сколько малышей сегодня ждут своего места в саду, расскажет Мария Левина. Марина Пересада – мама шестилетней Алины. В следующем году девочка пойдет в первый класс. Марина же признается, по ее материнским ощущениям, зачисление в садик было будто бы вчера. Ровно через месяц после того, как Алине исполнилось три года, девочка пошла в дошкольное учреждение. Сегодня Марина следит за процедурой распределения мест в детские сады, представляя интересы родителей. На протяжении года я присутствую практически на каждом собрании по распределению детских мест. И хочу сказать, что на самом деле процедура проходит очень честно, открыто. Процедура распределения мест в детские сады проходит раз в два месяца. В Самаре более 170 дошкольных учреждений и порядка 9 тысяч детей, которые готовы в них пойти. Половина из этого числа местом в дошкольных учреждениях уже обеспечены и стоят в очереди на перевод. Сегодня распределили почти 400 мест. Для этих малышей новый этап жизни начнется уже в январе. С родителями свяжутся заведующие тех детских садов, куда дети получили на управление, проинструктируют их. У заведующих есть 10 дней на то, чтобы связаться с родителями. После звонка 10 дней у родителей для того, чтобы собрать пакет документов и представить в детский сад. Распределяет места специальная компьютерная программа. За процессом следят члены наблюдательной комиссии. Следующее распределение состоится в конце января. В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году создано порядка 950 мест для детей до 3 лет. Проведен капитальный ремонт групповых помещений, а также приобретено одно новое помещение. Администрация Самары выкопила помещение в промышленном районе для размещения там яслей. Сегодня одно из главных отделений больницы Пирогова родильная отмечает свой юбилей. За это время там появилось на свет более полумиллиона малышей. Некоторые из них сегодня там работают. Как встречают круглую дату врачи и пациенты родильного дома, узнала Гульфия Сафина. Долгожданное чудо, случившееся под Новый год. Свою новорожденную первенницу Алина Викторова вместе с мужем решили назвать как героиню сказки «Полный чудес» Алисой. Процесс появления на свет малышки был непростым, но, как рассказывает роженица, благодаря опытным профессионалам родильного дома при больнице имени Николая Пирогова, исход оказался самым лучшим. Все успешно, благополучно. Я довольна очень. Врачам бы я сказала терпения пожелала бы и огромное спасибо. Если, дай бог, мы получатся забеременеть еще раз, я обращусь в данный роддом. Мне понравилось здесь. Сказать спасибо медперсоналу роддома больницы Пирогова сегодня могут более 500 тысяч женщин. Столько малышей увидела жизнь за всю историю существования родильного отделения номер 20. В этом году ему исполняется 60 лет. Многие пациенты спустя годы возвращаются в клинику. Кто-то за очередным малышом, а кто-то приходит сюда работать. Так сделала и заведующая соседним родильным отделением Светлана Сыресина. В больнице Пирогова, она для нас всегда остается вторым домом, потому что наша профессия, она настолько сложная, мы настолько живем в этой профессии, что очень много времени мы проводим на работе. Поэтому 20-ка – это мой родной дом, это мой второй дом. И, наверное, я надеюсь, что так и будет всегда в моей жизни. Все мои родственники, мои племянники будут тоже рожать себя здесь. Мы являемся роддомом второго уровня акушерского стационара, в связи с чем соответствуем всем требованиям современного здравоохранения. Конечно, это благодаря высокоспециализированной команде врачей. Это одно из наших гордостей, это действительно сильный коллектив. За 60 лет отделение сильно преобразилось. Сегодня штат укомплектован на 100%. Новое оборудование по последнему слову техники. Только в 2021 году по родовому сертификату приобрели современный операционный стол. На случай экстренной необходимости – на подхвате акушеров и педиатров, хирурги, неврологи, урологи, окулисты и реаниматологи. Неонатолог Татьяна Мариенко работает в больнице с конца 70-х. Подчеркивает, изменения кардинальные. Я очень люблю свою работу. Сейчас вот с этими изменениями, конечно, с прекрасной аппаратурой, с открытием отделения реанимации в нашем отделении, с такими квалифицированными реаниматологами, с молодежью, которая пришла. Очень подготовленная, хорошая работа, комфортно и просто спокойно очень. Вот уже третий год больница участвует в пилотном проекте вручения свидетельства о рождении в роддоме. Здесь также вручают подарочный набор для первенца «Наше сокровище», в котором все самое необходимое в первые дни жизни малыша. Такая практика в регионе ведется по инициативе губернатора Самарской области. Подарки уже получили более 18 тысяч самарских семей. В честь юбилея 20-го родильного отделения порадовал сюрпризом молодых мам лично министр здравоохранения Армен Бинян. Пользуйтесь на здоровье и обязательно возвращайтесь в эти прекрасные стены. Спасибо большое. Здесь работает достойный коллектив. Много тысяч детишек нашей Самарской области родились именно в этих стенах. Приятно, что несмотря на сложную ситуацию, жизнь продолжается. И это самое главное. Есть условия для рождения детей, роста их на территории области. И наша задача – система здравоохранения, обеспечение защиты их здоровья и матерей, и отцов, и, безусловно, маленьких наших пациентов, детишек. Каждый год в родильном отделении номер 20 действующем при больнице имени Николая Пирогова на свет появляется около 4 тысяч малышей. Гульфия Сафина. События. В Самаре активно развивается платформа обратной связи. Горожан приглашают принять участие в онлайн-опросах. Высказать свое мнение могут жители, имеющие регистрацию на едином портале государственных услуг. Сейчас доступны 9 опросов по темам транспорт, образование, семья, опека, попечительство, соцподдержка. Результаты голосования анонимны и видны организаторам в виде обезличенных статистических данных. Пройти опросы можно до 31 декабря. В дальнейшем практика выявления общественного мнения посредством платформы обратной связи будет расширяться. Выстраивание обратной связи с горожанами и выявление общественного мнения – одно из ключевых направлений деятельности Муниципального центра управления Самары. В преддверии Нового года аналитики Яндекса изучили запросы пользователей и выяснили, что ищут россияне в интернете. Лидируют запросы, что подарить на Новый год, что приготовить, в чем встречать. Самый популярный по поиску костюм – не Снегурочки или Деда Мороза, а Гнома. Затем следует костюм конфетки, зайца, снежинки, разбойника, петрушки и даже хлопушки. Ёлку чаще всего хотят нарядить в красно-золотой гамме – в скандинавском стиле в американском, а некоторые – в советском. Среди новогодних салатов – абсолютные лидеры по запросам – оливье и селедка под шубой. Следом по популярности – мимоза, цезарь, греческий, крабовый, гранатовый браслет, винегрет. Ищут в Яндексе и новогодние поздравления на разных языках – на немецком, китайском, французском и других. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самаргиз, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!